Декада сильных людей. 3 декабря Россия отметила Международный день инвалидов. В регионе проходят многочисленные тематические мероприятия. В библиотеке имени Воробьева открылась персональная выставка Даниила Лазаренко. Мальчик не может ходить, но это не мешает ему творить настоящие чудеса. На большом празднике маленького, но крепкого духом человека побывала наша съемочная группа. А удивляться здесь действительно есть чему. В его честь песни и, конечно же, аплодисменты. Ребенок открытый, улыбчивый, трудолюбивый, сильный. Персональная выставка – победа над собственными проблемами. Вот я делал кролика, его делал за занятие 4. Вот еще много поделок. Допустим, он тоже стоит из ниток. Я его тоже делал, может, урока 3-4. Это не очень кропотливо, но такое. Надо постараться. Старается Даниил 9-й год. Бумага, пластилин, нитки, самостоятельные работы и целые модульные композиции. Мальчик с жаждой осваивает все направления. Познать мир творчества наперекор диагнозу Дани помогла педагог Марина Иванова. Она уже к нам ходит 9-й год. Изначально она пришла к нам, когда он еще даже в школу не ходил. Она привела ему любовь, поделкам. С ней может он общаться на любые темы, поговорить. А для ребенка это очень важно. И таких ребят в Центре детского творчества 50. С 2012 года здесь реализуется специальный проект, который помогает юным мастерам раскрыться, несмотря на проблемы со здоровьем. Дети участвуют в обязательном порядке. В выставках участвуют. Дети участвуют в конкурсах. Дети получают грамоты, награды. И мы, безусловно, нашими детками, хотя они с ограниченными возможностями здоровья, но мы ими гордимся. Даниил очень такой трудолюбивый. Это первое качество. Он очень общительный мальчик. Мальчик, который чего-то хочет обязательно, находится обязательно в кругу ребят. Чего-то хочет достигнуть. Кстати, Даниил уже выполнил одну мужскую миссию. Построил дом. А точнее, морально поддерживал в этом деле папу. За ним создание уюта. И для этого десятки работ, доказывающие, что человек может все. Трудом, трудоспособностью и любовью к своему делу. Ирина Шашкова, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ.